На основе этих запросов и была создана мини-версия популярной печи. Чугунная плита, чугунный колосник, чугунный собственной конфигурации зуботбойник и... А чё, и всё, наверное? Здравствуйте, друзья! Сегодня в обзоре сразу две печи одного производителя. Две чугунные печи. Названия у них весьма похожи, хоть и разные. В общем, сравниваем печи Бахта и Бахтинка. Напомню зрителям канала, что Прометалл это довольно молодое предприятие по меркам отечественного печного рынка. А уж по сравнению с мировыми производителями, они вообще юнцы. Однако уже сейчас очевидно, что этот воронежский завод постепенно создает новую классику, которая приходит на смену европейским моделям с подобными характеристиками. В своих предыдущих обзорах я как-то старался обходить тему схожести определенных позиций ассортимента Прометалл с европейскими образцами. Но с выходом новой печи Бахтинка этого, пожалуй, не избежать. И сейчас вы поймете почему. Но начнем с бегового обзора Бахты. Очень объемная. Габарита 42 на 65 и высота около 70 сантиметров. Тяжелая, 106 килограммов. У нее цельнолитой корпус и из навешиваемых элементов чугунный пламяотбойник, чугунный колосник и чугунная дверца со стеклом. Естественно, плита. Все это есть и у Бахтинки, но только исполнение, на мой взгляд, чуть более изящное. Да, у печи все тот же цельнолитой корпус, все те же вставные элементы. Но, правда, к пламяотбойнику добавилась колосниковая площадка и стоппер от выпадения горящих углей. Но печь стала выглядеть стройнее и гармоничнее. Бахта может отопить довольно большие помещения, объемом до 360 кубических метров. Мощный нагрев – это же, конечно, огромный плюс. Но вот как быть владельцем небольших домиков, которые и большую печь не поставишь из-за габаритов, и жара-то столько не нужно? Вот на основании таких запросов и появилась печь Бахтинка. Здесь уже нагрев более умеренный. От нее явно меньше жара, чем от Бахты. Ну, оно и понятно. Сама печь меньше по размерам. Топка не такая объемная. А масса уже 76 против 106 килограммов. Размеры печи позволяют установить ее даже в небольшой комнате небольшого домика. Долго я рассматривал Бахтинку и понял, что нравится она мне, пожалуй, даже больше, чем Бахта. Нравится по нескольким причинам. Во-первых, лично я питаю слабость к подобным относительно миниатюрным изделиям, но с полноценным функционалом. Здесь и довольно объемная топка для своих размеров, красивая дверца со стеклом, чугунный стоппер. За ней, чтобы угли не просыпались при открытии дверцы. Во-вторых, у этой печки есть возможность изменить способ горения с колосникового на подовое, убрав колосниковую площадку. Ну, и в-третьих, эта печь чем-то напоминает мне невероятную, легендарную норвежскую печь Йоту-602. Кстати, возможно, конструкторы Прометалла как раз и вдохновлялись ею при создании своих изделий. Что еще можно сказать про эти печи? Они, как и все чугунные изделия этого завода, льются из чугуна марки ЧХ-1, хромистого чугуна. Но и без этого у печей огромный ресурс, так что служить они будут очень долго. С появлением бахтинки у тех, кто планировал установить чугунную печь в доме, появилась отличная возможность выбрать небольшую печь, способную не только обогреть и накормить, ведь на ее чугунной плите при необходимости можно и готовить, но и радоваться игрой пламени за стеклянной дверцей. Спрашивайте эти другие печи от компании Прометалла в розничных магазинах сети Форнакс. Выбирайте и заказывайте их на сайте fornax.ru. Печи-то действительно стоящие. Обо всех новинках мы также информируем своих друзей в соцсетях. Подписывайтесь и подписывайтесь на наш канал Форнакс Филм. Ну, а на сегодня все. До скорой встречи, друзья. Счастливо! Продолжение следует...